Всем привет дорогие друзья! Собрались мы с Оксаной ехать на садоводную. Хочу сказать, мы хотели бы прохладнее погоду. 14 градусов сегодня с утра. Обещали, обещали нам в этом году, что будет жаркое лето. Обещать не надо. Обещать не значит жениться. Не, ну несколько недель правда было теплое. Ну вот сейчас видимо пришел холодный фронт. Ну поедем, посмотрим. Я думаю, что нам в любом случае это не помешает купить купальники. А там будет видно. Поехали. Здесь это смех называется. Приехали. Идем мы с девчонками. Я говорю, давайте сформу купальники, потом уже во все остальное. А сидят эти ребята, продавцы. Говорят, у меня хорошие есть. Говорят, пойдем мы в ковье. Так, ладно, давайте смотреть. Папец, ты такие любишь. Я люблю, но я замок. Мне кажется, что... А сколько они платят? Это лен? Лен. Легкие они? 1800. Ну у тебя, по-моему, даже подобного плана есть. Самый разный расцвет. Пожалуйста, девушка. Спасибо. Спасибо, карманы положишь. Купить надо. И это тоже 1800, да? Вот недорого, бесплатно. Это вот 20-й ряд. Не верите, видите? Это у нас 500 рублей. А это... Домашние, да, костюмчики? Что это? Большой размер есть? 54. На меня, да. Есть, конечно. С майками 50? Откуда у тебя 54-й, у тебя 48-й? Они у них не соответствуют. Это что производство? Сейчас посмотрим. Это Иванов. Вот, давай. А, Иванов? Что, 54-й? Ну, они у них... А давайте мы сейчас посмотрим 54-й, как выглядит. Вот сейчас я... Это 54-й? Нет, это нормально будет. Покажи, что... Небольшая, не маленькая. Небольшая, не маленькая. Это будет... А, ну да, да. Что мы как раз... И это как раз. А, ну это, да. Но это, конечно, не 54-й. Какой 54-й? 48-й. 48-й, да. Да, по-русски 48-й. Ну, покажись, Лен. А, мы показываем. 500 же сказал. Мы сегодня прям удачный день выбрали. Потому что людей, слава богу, не так много. Можно спокойно походить, не толкаясь. День у нас сегодня четверг. Поэтому прям очень хорошо. Даже такие купальники, это... ГЕС есть. Видишь? От ГЕС даже купальник есть. Это супер-пупер. Лен, пойдем, там первая палатка. Там вообще очень классная. А тут тоже. Ну, тут неплохие, но там вот первая самая лучшая. Так. 18-я линия, это у нас первый павильон. Вот здесь вот мы брали с Оксаной, да, свои все купальники. Вот здесь мы покупали. Вот наподобие, как у меня был. Вот такой. Сюда мы пришли, да? Сюда, сюда. В свою. Отлично. А, вот. Вот он, мой купальник, который я коричневый брала. Сейчас я куплю. А вы даже помните? Здорово. Это мой, да. Я хочу вот его сейчас и взять. Как же и будет стоить? А мой сколько? У вас так же тоже 1600. 1600. Отлично. В общем, девчонки, купальники на все вкусы. На все расцветки, смотрите, на большую грудь. Вот 1600, считайте. Носила я два года. Если бы не последняя горка, носила бы еще. Но горки меня, конечно, подкосили. И желтый здесь точно такой же есть, красивый. Обалдеть, да? Здравствуйте. Прям пришли, мы нашли то, что нужно. И носится очень хорошо. И синие есть, и коричневое есть, и сиреневое. Ленок, а ты какой хочешь? А я хочу сплошной. Смотри, сиреневый какой красивый. Красный. Давайте, девушки, сейчас я одеваю. Лена решила, все, ей одеваю. Не, смотрите, чтобы у меня грудь хорошо сидела. Мне нужно все по такому. Давай, сплошная. Я не хочу такие, ну-ка, может какие-то разноцветные. Вот такой вот желтенький тебе не нравится? Ну, какой-нибудь это, без цветочков самое главное. Без цветочков? Ну, я не люблю, как вот эти цветочки. А, я уже пошла к разноцветку. Ну, можно белый-черный, можно черный-полосатый. Смотрите, я вообще, я вообще шла в классике. Синенький, да? Синенький, да? А сколько такой стоит? 1600. 1600 уже. Ну, вообще, цены прекрасные. Ничего не поменялось. Ничего не поменялось. В общем, еще раз показываю. Давайте, значит. 18-я линия. Павильон 1А. Есть распродажа купальников по 500 рублей. Вот такие вот сейчас очень модно, популярно. Ну, вот, 1600, там, 1800 все купальники. Вот такие вот частенько блогеров я вижу вот в таких вот прозрачных. и розовые. В общем, и оранжевые. А, и даже есть вот такие на больших девушек. Вот такие вот, типа, как юбочка, да, у них, получается, сделана. Ну, только я толстая. Слушайте, толстая. 48-й размер, толстая. Толстая. Ну, вот у Оксаны. Вот это тоже 1600, да, стоит купальник? Шикарный. Вот этот купальник шикарный. На большую грудь присмотритесь. Так, ну, вот так вот, смотрите, смотрится сиреневый купальник. В общем, расценки, смотрите, от 1600 до 2500. 2500, ну, это такой для небольшой груди. Очень красивый. Да. Я буду брать вот такой вот сиреневый, я беру за 1600, идем дальше, желтый меряю. И вот он желтый, смотрите, вот желтый, красный, они все смотрятся очень хорошо. Самое главное, что они, смотрите, можно вот эти вот лямочки снимать, если нужно, и спокойненько загорать, чтобы не было вот этих вот следов. В общем, я беру вот такой красный, желтый и вот этот вот сиреневый. Три купальника теперь надолго-надолго. Красиво очень. Да. А мне такие не идут. Ну, идут, ну, мне вот этот вот еще очень понравился, вообще тоже шикарный купальничек. А это тоже на твою грудь? Это, наверное, на твою грудь. Мои три купальничка. Значит, низ я вам не мерила, поэтому можете посмотреть. Здесь вот такие вот плавки с полоской сиреневой, и они такие вот именно на девушек 50-52, да. Значит, здесь вот такие вот. Ну, вот этот все видели и всем понравился купальник. И вот такой вот купальничек. В общем, все, три купальника. Мы теперь надолго-надолго. В общем, самое главное, что хочу сказать, что вот в этом павильоне очень лояльные продавцы, очень хорошие. То есть, знаете, вот здесь как идешь, вот некоторые как овчарки, прям такие злые-призлые. А здесь вам помогут, расскажут, как, что подберут модели. Линку мы тоже подобрали, наш купальник. Так что вот кто хочет, приезжайте обязательно здесь, что-то себе подберете. Нет, потому что девчонки, они такие вообще. Ну, а дальше, в общем, YouTube рулит. Я тоже смотрела обзоры по садоводу, потому что мне нужна турецкая одежда. И сейчас мы с вами, знаете, куда выдвигаемся? 20-й ряд, 69-е место. Я там видела очень хороший обзор на симпатичные турецкие там рубашечки такие с маечками. В общем, мне они так настолько запомнились, что я хочу сейчас туда дойти и посмотреть все на месте. Кого? А, белье, да я потом попозже куплю. Белье здесь тоже, конечно, немерено. А есть большие? И комплекты самые тоже разные. А сколько стоят трусики? 200? А вот такие вот бесшовные сколько? Сколько бесшовные? 250. 150 бесшовные. Оли в 19-й ряд. Меня просили, кстати, на девочек, на маленьких поснимать купальнички. Вот на девочек на маленьких купальнички есть. Сейчас спросим, сколько стоят. Расскажите, пожалуйста. По 800. А вот такие вот? Эти тоже. Все по 800, кроме вот этих двух. Какие по 500? Значит, смотрите, вот такие на девочек по 500. Меня просили на девочек 12 лет. Вот на 12-летних тоже есть. Видите, здесь 8, 10, 12. Вот такие вот разные яркие расцветки. Так, это 19-й ряд. Просила, вот этот костюм ей понравился. 2600, но только оптом продает. А я же говорю, Ген, вот тебе все время на зеленый, на салатовый какой-то такой цвет. Тебе все время салатовый нравится. А вот смотри, наподобие, как у тебя, помнишь, розовая была? Да? Она легкая тоже, легкая-легкая. И вот эти тоже легкие. Не, ну они вот эти симпатичные, мне нравятся вот такие. Ну, они легкие. А, Лея, так вот и брюки же такие же у тебя, по-моему. У тебя что-то с какой-то комплект. Ты очень хорошо смотрится на высоких, вот на таких вот, как для них. А почему ты себе не хочешь? А у меня бедра широкие, мне такие не идут брюки. У меня делается прям совсем фигура огромная. Сейчас я помедлю, я смешиваю. Ну и юбки тоже такие же, смотрите, какие. Лея, как тебе? Это что за ткань? Ну, у тебя вот точно такие же, по-моему, были. Не, мне надо какие-нибудь штаны, хочу тонкие. Ну, вот они и есть, красивые. Смотрятся. Ну, они, по-моему, сколько сейчас, надо уточнить, сколько стоят. Пойду спрошу. Лешка, сколько? 19,27. Вот брюки, как у Лены, она спрашивала вот эти вот, ну, вот такого плана. 1,800 стоит. 1,800, но ей не понравились. Вот резинка, как бы, хотя она у нас стройняшка. 19,27. Идем дальше с вами, посмотрим. Что есть еще у нас такого интересного? Интересно. Это вот сейчас, как молодежь, любят вот такие вот брюки, тюльпаны. У кого талия стройная, очень красиво все это смотрится. Какие манекены в масках стоят. Это сейчас маски такие продают, что ли, в честь коронавируса. Увидишь на улице в такой маске кого-нибудь. Я как-то в машине ехала, видела. Ой, мама дорогая, испугалась очень сильно. Так, ну что. В общем, 19 ряд. Это вот всевозможные футболки, джинсы, в общем, маечки, трикотаж. Трикотаж. Вот он, 20 ряд. Ну, 20 линия, 20 ряд. И нам нужна 20,69 палаточка. 20,69. Вот кто спрашивал, из-за льна вещи, смотрите, очень много вещей из-за льна. У нас просто вот Ленок, она любитель льняных вещей. Она себе постоянно покупает какие-то такие длинные платья. Так, 20,69. Это что, мы 133. О, Лен, смотри, а футболочки какие, маечки симпатичные на нас. Мне вот такого плана нравится. Это тоже что-то типа льна или лен и есть, да? Лен же, по-моему. Это лен, да? Льняные вот такие вот футболочки. Видите, тут тоже вот они. Легкие, легкие. Легкие, легкие. Я очень люблю. 3XL причем большой размер. Это у нас 20,130. 20,130. Очень большой выбор здесь вот таких вот вещей. А какой это материал? Не подскажете? Хлопок это, да? Они прям легкие-легкие. Вот. И розовые, и зеленые, нежные, нежные. Держи, сейчас буду мерить. Вот такого плана, как ты любишь, Оксана, сверху с этими. А дайте мне побольше, 50. Какую модель? Вот такую модель. В общем, красивые майки. Вот он, голубой вариант. А, ну мне надо, чтобы подлиннее, наверное, вот здесь вот вырез был, да? Ну так, в принципе, неплохо смотрится. Тысяча рублей. Купила я себе две майки. Вот эти вот по полторы тысячи, которые вот Ленку очень хорошо. Тысяча рублей, да. Ну, желтый тебе идет, это блондинка. Оксана маме зеленую берет. А я сейчас выйду, покажу, куда вам нужно прийти. Если вы хотите такой же ассортимент. Это 20, это ряд 20-й, 130-й павильон. Ассортимент здесь вот этих вот хлопковых мальчик и футболочек самых разных. И платья, смотрите, какие. Все есть. Ну, понятно, что оно может быть, конечно, и в других есть. Вот еще тоже розовенькое, симпатичное. Все по 1000 рублей. В общем, померили, померили. Лена, конечно, в итоге сказала, что на них... Ну, а я взяла две, потому что как найдешь. Вот такие вот маечки, они всегда в отпуске нужны. И, ну, такие простые. Вот чисто ходить там на пляж, никуда. Это, то есть, так и такая. Слушай, идешь и рассматриваешь. Так, мы 20-69 ищем. Ну, мне вот такого вот плана не идут. Потому что они на узкие плечи рассчитаны, не на широкие. Я думала, что пошла. Брючки по 500 рублей. Видите, разные футболочки здесь. Распродажи. Ну, такие маленькие размеры. Если маленькие размеры, то здесь вообще можно одеться. Это элементарно, потому что очень много распродаж всяких. И вещи симпатичные, хлопок. Люба, дорого посмотреть. Вот, видишь, платьица в виде футболочек. Такие длинные, да? Ну, вот к чему рукав такой? Красиво так смотрится. Здесь тоже я смотрю прям распродажи. Смотрите, кофточек. По 500 рублей. Вот такого плана у меня кофточки были. Очень они хорошего качества, кстати. Вот такого вот плана у меня голубая была. Вообще шикарное качество. И смотрятся они хорошо. Они легкие такие. И вот по 500 рублей. Спина красивая. У меня единственное, что обкрасилось. Обкрасилось. И я потом уже не смогла ее спасти. Сарафанчики. Ну, это на девчонок таких. На стройненьких, да. Разные платьица. И вот сарафанчик тоже. Смотрите, какой он такой удлиненный. Симпатичный. И самое главное. Ну, цены такие хорошие. По 500 рублей. Футболки. Все шикарно. Курток очень много. Вот этих вот джинсовых. Одно время не было. А сейчас тоже уже большой ассортимент. По курткам, по шортам. Это все у нас с вами 20 ряд. Если покопаться, то по 1000 рублей. Вот самые разнообразные сарафаны. Платье. А, от 1000. А, или, подождите, по 1000. То есть даже есть что-то дешевле, чем 1000. Такие вот какие-то летние. В общем, летний ассортимент большой. Вот, 269. Ага. Так, вот здесь вот я смотрела обзоры. Мне вот очень понравились вот такого вот плана рубашечки и футболочки. Есть вот такие, видите, в джинсовом варианте. Ну, правда, вот я не знаю, сейчас мы спросим. В видео тогда говорили, что 2500. 269. Палаточка. Сейчас, я хочу... С футболочкой бы я очень хотела. Вот такого плана. А, вот ваш павильон. Да, 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 да. Это мое. Здравствуйте. Вас так прорекламировали, что мы к вам пришли сюда за... За... Две с половиной. Две с половиной. Но я, наверное... Две триста говорили. Две триста? Две триста. Я смотрела видео. От двухсот-трехсот. Но сейчас посмотрим. Делаем, конечно. Так, ладно. Поделяемся. Здесь очень много вот этих вот рубашечек. Они, смотрите, какие легкие. Это хлопок, да, наверное? Хлопок. Это чистейший хлопок. Посмотрите, как хорошо. Есть другие расцветки. Есть другие расцветки. Ну, вот как вариант. Вот это вот стоит вот такой вот комплект. Он идет с майкой. Две восемьсот он стоит. Но здесь есть очень красивые джинсовые. Вот эти вот. И кто приходит из Ютьюба, делаем. И кто приходит из Ютьюба, придете, скажете. Позывные из Ютьюба вам сделают скидку. Давайте следующий комплект посмотрим. Так, вот, смотрите, значит, следующий комплект. Он тоже идет с маечкой. Это джинсовый такой вариант. Джинсовая вот такая вот ветровка. Майка здесь тоже вот такая. Ну, майка-футболка, точнее, скажем так. И вот это вот в районе 3000. Опять-таки, скидка для тех, кто пришел с YouTube. Ну, посмотрели, ну-ка. Ну, почему? С этим. Я хочу показать еще вариацию, как можно делать. Вы, допустим, берете маечку покороче. И вот так вот можно ее, видите, носить. То есть, вот здесь вот подогнуть все, застегнуть. И вот таким вот образом ее носить. И чем хорошо, что длинный рукав, если, допустим, в вечер, комары или еще что-то, 3000 рублей. Но она очень-очень легкая. Можно и длинные. В общем, шифоновые костюмы 3800. Можно так, можно так. Можно вообще не так. Мы Турцию любим. Только когда поедем в Турцию, теперь неизвестно. Так, давайте я вам пройду. Сейчас ассортимент вот так вот поснимаю здесь. Ну, вот они вот. Все эти костюмчики. Я вот этот вот взяла. Мне он, знаете, как-то и в видео приглянулся. Я на него, когда смотрела, он такой чистолетний. И джинсовые. Видите, какие варианты замечательные. и платья, и вот такие вот тоже рубашечки. Прям все красивенькие. Платье, рубашка тоже, да? И, в общем, Оксана какой-то... Не, ну вот тот лучше, который предыдущий. Тебе. Такие вот платьица. Такие вот, посмотрите, какие. Я вижу, но хакер стоит у нас. Вот это вот тоже очень симпатичные рубашечки, кстати. Тоже они легкие, хлопок и маечки. Процесс примерки для мамы. Слушайте, маме теперь надо выбрать. То же самое надо выбрать маме. Но я бы здесь на самом деле купила бы все, потому что, ну, действительно, ассортимент классный. Именно для нас он такой неизбитый, то есть вы его не увидите вот так вот на каждом втором. Опять, значит, если кто-то будет спрашивать, значит, вот смотрите, мало того, что я вам показала павильон, здесь есть еще и телефон, есть еще группа ВКонтакте, есть еще Инстаграм даже, то есть вообще все есть, турецкий текстиль. Так что, пожалуйста, обращайтесь, да. Все видно. Вышли мы, наконец-таки, никак не могли успокоиться, все купили. Идем дальше в 21 ряд, да. И потом, разумеется, я приехала сюда за детской, но детская здесь, помимо того, что здесь детский 27, по-моему, ряд, начиная, здесь есть еще и вот на промежуточных рядах, вот так вот, которые, видите, вот посередине между линиями прохода. А сколько такой костюмчик стоит? Ну, это совсем маленький. Нет, ну я вообще, чтобы сориентироваться. Да. Они вот здесь на этих линиях, они дешевле. На этих линиях дешевле, но у них здесь и качество такое, попроще. Ну, в принципе, ребенку на лето, он этим летом поносит, а следующим, сюда идем? Да, Лена пришла сюда, 21 ряд. Ну, пойдем направо, наверное, или налево. Не знаю. Пойдем направо. Лена мне попросила, если будет коник дикулец. Вот они тоже костюмчики. Так, ну мне-то нужно Ваньку, я, в принципе, себе все купила, что хотела. Ну, сейчас пойдем здесь-ка. Пойдем-ка, наверное, да. Детский ряд. Лена, где брюки, наверное, она пошла? Нет, красиво. Красиво тоже. Вот мы здесь с тобой, по-моему, брали. И вот такие вот джинсы очень симпатичные. Они эти капри. Капри очень хорошо смотрятся, кстати. Одни, да. А, только опт. Опт. К сожалению, только опт. Это вот 21,78. Ну, опт. А, ну вот Лена и пришел, вот там только опт. Что этот ряд, он по большей части с опытом. Придется до 35 лет. Где? Скажется, продавцы до 35 лет. В каком году? Давай позвонишь, прошу. Так, ребятки, да. Ну, мы сейчас пока просто Лену ищем. А вот смотри, какой костюмчик. Тоже симпатичный. У нас тобой цвет одинаковый. Сиреневый. Мы очень любим сиреневый. Сиреневый цвет. Разные внешне, но одинаковый внутри. Ага. И мама такая же. Одно и то же, да. И маме сейчас тоже самое купили. то же самое, одинаковое. Будем счастливы. И будем все одинаковые ходить. Здесь тоже футболочки. А, вон, смотри, с кошечками какая симпатичная. С кошечками. С кошечками не хочешь. Здесь фэшн. Фэшн хаус. Но я хочу сказать, что в этот раз еще пока что нас нигде не обругали. Везде нормально приняли. Нет, мы подняли попалась вот где-то. Да. Я милая розовая, мне не понравилась. А все же. Продавцы на седоводе немножко меняются все-таки в лучшую сторону. Ты понимаешь, что это реклама? Я вот не могу понять. Я тоже не понимаю. Господи, такая реклама. Люди все-таки посмотрят. Кому нравится, тот приедет и купит то, что нужно. Где шортики? Мама, кстати, такого плана хотела. Но они маленькие. Это маленькие шортики. Это маленькие размерочки. В общем, дорогие друзья, так как видео получается у меня слишком длинным, знаете, либо вам на 50 минут делать видео, либо все-таки на 25. Я понимаю, что все сейчас люди заняты и длинные видео смотреть не очень удобно. Поэтому разбиваю я это видео на две части. В следующем видео будут точно так же вещи плюс детская одежда к школе. Очень хорошую одежду мы нашли. Ну и плюс, соответственно, в следующем видео я вам покажу примерку с Ваниной стороны, с моей стороны. Все вещи поближе сможем с вами рассмотреть, как они смотрятся. Потому что, конечно, на рынке не очень удобно снимать примерку, потому что много людей. На этом это видео заканчивается. Всем желаю добра, удачи, здоровья, позитива. И обязательно увидимся с вами вновь совсем скоро. Пока-пока. Поговорим за жизнь Без трёпа, без пустого Есть повод у друзей Честное слово Без трёпа, без пустого